Доброе утро, мои дорогие! Доброе утро! Начала варить кофе. Ах! Утром одни и те же процедуры всегда, всегда. Так, надо покрепче. Проснулась, кстати, вообще без проблем. Вообще. Прям, знаете, вот, можно сказать, крылатой пружиной на взводе. Уже приготовила там одну коробочку вкусняшек. На работу понесу. Сегодня Настя на смену. Сегодня Настя на смену. Но она сама придет с пирогами. Это однозначно. Сейчас сварю кофе, налью. Так, а где моя кружка синяя? О-о-о-о-о-о-о! Вот она стоит! Мои дорогие, смотрите, что я делаю. На ночь замачиваю тряпку кухонную. Замачиваю ее в растворе. Ну, чтобы не было... Что там такое? Что за шум? Чтобы не было запаха постороннего. Когда берешь ее... Один день из трех замачиваю. Вот в этом средстве. Я его купила в фикс прайсе. Называется? Так и называется антижир. Сейчас возьму, прополоскаю. Дезинфицирую тряпочку. Вечером всегда протру столы, протру поверхности на кухне. И положу. И тряпочку замочу. О-о-о! Вот как пахнет хлорочкой. Допустим, знаете, чтобы в течение дня... Вот, допустим, если я что-то поем, ложку положу, чтобы я могла ее взять дальше и продолжить есть. Я вот к чему-то делаю. Чтобы это было все продезинфицировано. И всегда, знаете, мои дорогие... Вот, допустим, вымою посуду и всегда подчищу раковину. Всегда. Я даже из раковины могу ложку взять. Знаете, вот, допустим, мешать суп... Ну, что-нибудь, если готовлю. Могу не сюда я положить, чтобы капли остались. Могу положить сразу в раковину. Доставить и продолжить дальше мешать. Не знаю, короче, у меня такие бзики. У меня раньше была такая подставка-ложка. Для ложки, на которой готовишь. Сейчас я разбила эту подставку, короче. И подумала, что она у меня... Места много занимает дома. Я не буду ее. Умылась уже. Умылась. Умылась, умылась, умылась. Представляете, у нас похолодало. У нас сейчас 12 градусов. Ночи будут. Ночи вообще 6-7. Вот сейчас, на эту неделю. Так, две телефоны. Сейчас я посмотрю эти страсти и мордасти. Так, слушайте, я уже второй волос убираю свой. Так. Кстати, 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 кстати. Мне там вот Зарнигор спросила, как меня найти в одноклассниках. Вот как нужно набирать. Инна Судакова-официалгрупп-36 лет. Город не выбирайте. Город не выбирайте. Нужно выбрать. Там у меня город не Каменск-Уральский. И не Москва. Там вообще не надо же гадать. Просто вот так вот напишите латинскими буквами. Инна Судакова-официалгрупп. Кстати, у меня звездная болезнь-то, знаете, это давным-давно. Потому что вот эту вот надпись официалгрупп я, наверное, сделала лет 6 назад. Ой, теперь вот, друзья, на одноклассниках пришло уведомление. Варись... Так, кружка-то где? Тряпка пропала, скала, кружка. И кружечка заодно продезинфицировалась. Так, 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 так. Вот что значит без, без бальзама. Вы посмотрите губы. Видите, другие? Я всегда утром чищу зубы. Так вот, отчаянно прямо. И чищу губы всегда. И поэтому они у меня, знаете, какие? Поэтому, блин, чешется нога. И поэтому они у меня... Видите, без шелушек. Давай, 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 давай. Закипает кофеёк. Ну, не закипает, а поднимается уже шум такой характерный. Аромат пошёл. Очень, очень вкусно. Очень, очень, очень. Так, выключила. А я же показывала в одном из своих видео. Вот такой вот кофе. Я, кстати, вчера его пила. Я его вчера пила в гостях. Хороший. Мне понравился. Так что можете смело брать. Я аж 500 граммов схватила. Вот чего-чего. А кофе у меня должно быть дома всегда достаточно. Ну, потому что, если что, я не смогу вообще проснуться. Мне же на работу-то нужно бежать. Кстати, бежать. А, время без 15,8 ещё. И даже ещё кремом не намазалась. Забилась эта штучка зёрнами, видите? Забилась и цедит кофе медленно. Чё-то так мало кофе-то вышло. Ну, ладно, значит, хватит. Значит, на работе ещё попью. Так, 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 так. Так, так. Кухонное полотенце. Так. Вот на работу приготовила с собой. Вот эти печеньки. И вот это. И вот это. Так, всё. Я иду. Я иду на балкон. Я закрыла рамы. Спала с открытым балконом, но рамы закрыла. Вот эти вот. Чтобы не от москитной сетки это было. Так. Слушайте, у меня рот ссохся. Подождите, мои дорогие. Подождите. Срочно, Бальзал. Срочно, срочно, срочно. Кстати, вот когда Эльвинка губы сделала, и даже мастер говорит, Эльвина, вам нельзя первое время ходить в спортзал, потому что губы – это влага. И вам нельзя потеть. Пейте больше жидкости, она говорит. Пейте больше жидкости, и постоянно увлажняйте губы. Постоянно. Девочка, которая колола ей губки, на Эльвинку посмотрела, ну прям красиво. Гораздо лучше, чем было. Кстати, меня все подозревают, что у меня губы наколотые. Нет, не наколотые. Так, мои дорогие. Девчонки просили меня показать ароматы мои. Вот сейчас покажу все то, что у меня стоит. То, что у меня есть дома. Вот они. У меня еще один. А, кстати, тут малышка, но его не стоит, наверное, показывать на роли. Ну, короче, буду показывать то, что в больших экземплярах. Это Евроше, моменты счастья. Вот такой аромат у меня, есть. Вот такой. Как это называется? Лави Эст Бель. Вот такой. Вот такой вот. Это тоже Евроше. Пятое, Авеню. Это мне очень нравится. Вот это вот тоже, это вот вечерний аромат. Соуэликсир. Описание можете посмотреть, девчонки, в интернете. Я, знаете, я вот не такой бурман, который рассказывает. Я могу так рассказывать про еду, но не про ароматы. И Си. Все просто. Все, девчонки, у меня больше ничего нет. А, вот к этому аромату соуэликсир. Ой, какой-то. Кон Эвиденс. У меня еще есть сухие духи. Сухие духи, знаете, хорошо, когда, допустим, ты куришь, ну, к примеру, достала их из сумочки, чтобы руки сигаретами не пахли, так вот взяла, натерла, и все, руки пахнут духами. Аромат соответствует. Все, мои дорогие, у меня больше нет. Вот если вот я их вам притащила, а обратно кто тащить будет? Надо все сдвинуть. Кофе, кофе. Какую-то ерунду говорят по телевизору. Козероги рискуют с кем-то поругаться. Козероги, не слушайте. Слушайте меня, все у вас будет хорошо. Такой гороскоп в Добром Утре. В Добром Утре там такие иногда вещи говорят. Ой. Блин, думала, пойду вот в этом платье, чтобы без куртки. Ну, специально приготовила платье с длинным рукавом. Так по ходу дела придется все равно надевать. Один волос всего. Ох, полных прижим. Так опять волос. Ой. Небо нормальное. Ну, очень облачно, но нормальное небо. сейчас покажу. Блин, ну, такой мороз прямо. Вот прямо вот холодно. Бежит, 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 бежит. парнишка бежит. В шортах, в футболке. Спортсменчики где-то у нас ходят. Так, я пошла надену платье и вернусь. Мои дорогие, привет еще раз, привет, доброе утро. Надела платье, надела сережки. Сейчас буду надевать с кольцом. Вот этот комплект у меня, вот этот гарнитурчик у меня с 2009 года. Представляете? Я, знаете, как запоминаю время? Я смотрю на фотографии, которые сделаны в это время. А как-то меньшонки стали отекать. Вот камень. И при чем он шевелится? Смотрите. Видите? Скромненько и со вкусом. Так, я что-то даже кофе не пью. Бегаю тут. Бегаю тут, наряжаюсь. Холодно, кого-то надо надевать. Колготки-то, блядь, где? Нету, что ли? Так, это чулки. Что у меня? Черные колготки только? Что за фигня? Блин, у меня, представляете, вот эти вот, 40D. 40D многовато, да? Как будто посмотрите. Блин. Так, вот эти вот надену. Чулки-носки у меня здесь лежат. Так, колготочки. Сейчас покажу, как это все выглядит без колготочек. Вот как. Ну, че? Нормально же? Ла-ла-ла-ла-ла. Как-то свет падает не очень. Ла-ла-ла. Видите, да, кармашки? Кармашки просто огонь. Кольцо надето. Рука не входит в карманы за камня. Вот так вот. Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро. По-любому колготочки надевать, потому что ветер. Сколько времени? Подождите, сейчас мигом. Телефон просто лежит на зарядке. О, время почти восемь часов. Время восемь часов. Восемь. Офигеть, сколько времени. Офигеть. Так, надо надухариться, а то я притащила. Вот это я не мажусь. Хотя... Хотя... Вот этим лучше. ароматы счастья в воздухе. Вы знаете, да, что он называется? Так и называется моменты счастья. Улучшает настроение, между прочим, запах кофе и запах духов любимых. Ой, извините, с утра проснулась. Синантику вчера не спалось. Миробана, салсын. Нейр... Нейперсон. Типа, чем же ты занимаешься, что ты мне не пишешь? Как, блядь... Ну вот что человеку сказать? Да, вот, кстати, он сам... Он переписывается сам с собой. Вот сам с собой переписывается. Ой... Так, у них... 7,59, 8 у нас. У них на 2 часа меньше. Гюнайден, Синан. Гюнайден. И Гюнлер. У него каникулы сейчас. У него каникулы, и он... Я ему сказала, доброе утро и хорошего дня. Он рассчитывал, что я же не устроюсь на работу. Он рассчитывал, что я пригоню в Турцию. Но... Он мне говорит, у меня учебный год заканчивается в конце апреля, потом у нас экзамены, и ты приезжай. А я взяла, да устроилась на работу. Он вообще, он говорит, я не понимаю. А почему для граждан Турции, он говорит, нужна виза? Тебе виза не нужна, тебе легче приехать. Такой не понимает, да, что мне нужно как-то работать, чтобы жить. Новости начались. Время 8 часов. Кстати, вот это для меня всегда ориентир. Когда начинаются новости в 8 часов, я понимаю, что нужно как-то вот подниматься и подсобироваться. А еще такой Синанчик говорит, ну смотри, если ты не приедешь, я сам к тебе приеду в августе. И что ты приедешь из прекрасной Алании вот сюда? Не то, чтобы я там, как сказать, стесняюсь того места, где я живу. Но я видела место, где он живет. И поэтому зачем вот такое вот создание трепетное? А там мужчины в Турции все трепетные. Кстати, на моем канале есть видео. Есть видео, все о турецких мужчинах. Как оно называется? Я делилась мнением после своих нескольких поездок. И знаете, да, что я же жила не в отеле, А я просто приезжала, снимала жилье на Букинге и жила в Турции. И у меня есть видео на канале, где я рассказываю свое мнение о турецких мужчинах. Но на самом деле, какие они есть? Они на самом деле тепличные растения. Прихлебнула кофе. Сейчас нужно сделать так, чтобы успеть почистить зубки. Успеть, успеть почистить зубки и губки. Мне надо как-то сделать ревизию в моих сумках. Вот на данный момент я хожу с тремя сумками. Черная у меня такая. Ну, наверняка все видели. Серая формата А4. И маленькая серая из этой же, которая серая формата А4. Там сумка в сумке продавались. И маленькая, которая я ношу на плече. У меня там новые есть. Прям новые, непочатые. Надо меня что-то или эти выбросить. Потому что носить все одновременно у меня нет там столько места в гардеробной. Я же не могу, потому что у меня гардеробная и шкаф это все вместе. При входе вещи висят, которые текущие. А там немного в углублении вещи висят, которые... Которые, ну, плательный шкаф. Короче, объяснила сама себе и никто ничего не понял. Там даже две сумки, когда вот висят на стенке, даже двум сумкам уже тесновато проходить. Таких бы сумочек набрать. Маленьких, красивых, недорогих. Ну, нет, нет, нет. Я не склонна набирать бренды за 6 тысяч евро. Нет, мои дорогие. Нет, нет, нет. Я человек экономный. Когда мне придет код с ютуба? Лена фотографируется на фоне... На фоне пляжа. Адлерский район. Да что? Люди гуляют на море. Закат моря. Ай, как красиво. Как красиво. Ну, посмотрите, да. Ну, вот, ну... Ой, на туда, подожди. Так переставится. Начала хвастаться. Подожди. Ну, телефон тут еще, спасибо. Ну, посмотрите. Ну, вот, да, утомленные солнцем люди. Лена, лай. Лена, лай. И еще одна, посмотрите. Ну, тут уже наши просторы. Ха-ха-ха. Это у нас. Ну, что тут День России выложили фотографии с площади. Ярмарка, все дела. Так, вам тоже лайк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оля в Казани. Все где-то путешествуют. Путешествуют. Вот, представляете, все где-то путешествуют. Я иду на работу. Мои другие. Мне так нравится ваши сторис смотреть. Вот. Алания. 26 градусов. Сейфетин. Это мой дружбан. Он, короче, работает в кофейне, в которую мы с Миланой ходили постоянно. Она находится в центре Алании. Ну, конечно же, не в туристической ее части. Напротив ресторана «Ф». А ресторан «Ф» – это хозяин, мой друг, Чингис. И мы сначала в одну кафешку, потом в другую. Потом на море. Потом совершенно в другую кафешку. Потом по магазинам. Ах, какое сладкое время было в Алании. Я прям с ума схожу. Кстати, вот Света вставила окна в доме и выложила фотографию. Дом строит. Света, я знаю, что ты смотришь мои видео. Мне вообще приснилось, что ты в положении. И ты прям вот… Причем приснилась вот сегодня ночью. Я вчера посмотрела твою фотографию. Может быть, на фоне этого у меня приснилось. Хотя, в принципе. Я так-то, когда лежала, много фотографий вчера смотрела. И представляете, я ее вечером посмотрела фотографии. И мне кажется, Света, представляешь, что ты такая идешь по своему участку. Как будто бы там у тебя вообще ничего не посажено. Просто вот… Просто трава. Причем трава, знаете, какая… Непокошенная. Трава такая свежая. Это как будто бы лук у тебя на площадке. На участке перед домом которой. И ты идешь в длинном таком платье. И животик-то прям вот такой вот большой. Света, ты может быть беременна? Может, сон в руку? Может, ты скоро станешь мамой? Мм? Кстати. Кстати, мне снилось, что я сама беременна. О! Нина на море! Нина в Турции! Представляете, там… С малышками. Посмотрите, все отдыхают. Посмотрите. Посмотрите, какая роскошь. Мамочки. Мои хорошие. Вам хорошего отдыха. Мои двойняшечки на отдыхе. Турция. Ах! Я как зайду в Инстаграм, как зайду в Инстаграм, Шабнанчик, моя девчонка, моя подружечка, которая из Баку, постоянно учится, постоянно. А она будущий врач. У нее папа врач. Она сама врач. Она даже на отдыхе использует каждую минуту, чтобы читать. Ничего себе. Ничего себе. Короче, Шабнанчик очень-очень плохо знает русский язык. У нее мама с папой, конечно же, знают. Когда я была в Стамбуле, и Шабнану звонили родители, она показывала меня, и мама, ее мама со мной разговаривала. Потом папа присоединялся. Ну, они люди как бы советские. А Шабнанчик, ну, вот так вот. Ну, я ее научила словами. Говорю, да ты моя умница. И она так смешно потом начала маме говорить. Я говорю, когда ты хочешь маму похвалить, сказать спасибо. А мама показывала цветочки, которые она посадила. И Шабнан такая говорит, да ты моя умница, но с таким акцентом. И мама такая, нифига себе. Что у нас знает Шабнан? А вот, кстати, это распространено. Студенты из Азербайджана едут получать высшее образование в Турцию. В Баку не последние люди, кстати, родители Шабнан. Практикующий хирург у него папа. И причем очень хороший хирург. Если что, у него фамилия Мордеев. Ну, я знаю. Я видела работы, я читала. Там не Шабнан показывала. Там даже вырезки из газет показывали. Еще из газет советского времени, как папа проводит операцию. Там все в порядке. Господи, не дай Бог, да, к таким людям обращаться за помощью. Но лучше такие люди были. Это, как говорится, вор, юрист, прокурор. Кто там в друзьях-то должен быть? В общем, у меня все есть. У меня как на подбор по списку. Так, зайдем в ВКонтакте. Я вчера даже не заходила. Что тут мне пишут? А-а-а, кофе закончилось. Колготки-то где? Колготки-то долго надевать. Надо еще сесть, надевать колготки. Ой, девочки собрались. Жара выходные. Ну, ты видишь, а красотка у меня. Собачонку еще взяла. С днем, Россия. Ну, ты, Ириша, главный патриот. Правильно, моя дорогая, правильно. Я тоже патриот своей страны. Четыре сообщения. Так. Надежда Митюшева. Спасибо, что добавила в друзья. Иночка, ваше видео меня вдохновляет. И освобождает от комплексов. Комплексы у нас в голове. Прежде комплексов быть не должно. Ну как? Их не должно быть. Но, конечно, должно быть все в рамках разумного. Спасибо за вашу искренность, естественность, обаяние и женственность. Когда нет силы работать. Лариса написала мне. Иночка, вы чудесная. Смотрю ваше каждое видео. Подписано на вас, дорогая. Кирилл. Кирилл Кот. Здравствуйте, Инна. Как официально. Смотрю ваше видео. Иногда смотрим с друзьями. Хо-хо. Очень нравится. Спасибо вам за ваше творчество. За ваше творчество. И за то, что вы находите время и силы снимать и загружать видео для нас. Да я это делаю с радостью, понимаете? Я бы это делала намного больше. Блять, 8-11 сижу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я... Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Видите ветра. Ветра, ветра. Ветра. При том, что подул ветер. И ветер просто ледяной. Я бы это делала намного бы чаще. Ну блин. Ветер. Ну зачем это так надо? Время снимать и загружать видео для нас. Спасибо вам огромное. Мы вас любим и ждем новое видео. Кирилл. Вы наверняка хороший человек. Сейчас я зайду в профиль. Гляну. Это закрытый профиль. Из Минска. Из Минска, Из Минска, Из Минска. Я люблю Беларусю. Кирилл. Так он мне прислал сердечко. Я ему тоже сердечко пришлю. Так. Инночка, моя дорогая, приняла меня в друзья. Спасибо. Льюзова. Пожалуйста, Ирина. Чего не принять такую хорошую в друзья? Вот. Чего не принять? Вот видите, человек тоже каждое утро, видимо, смотрит видео и собирается на работу. Ох, вы знаете, что такое работать. За рабочим местом фотография. Отлично. Приняла с радостью. Я всех принимаю. О, у меня тут еще три человека в друзья. Юлия Анисимова добавили, Ксения Долставалова, Диана Салихова. Все, мои дорогие, всех приняла. Всем доброе утро. Я сейчас буду надевать колготки. Мне надо еще унести вот то, чем я хвасталась. Мне нужно унести мои ароматы. Составить это в коробушку. Мне же надо почистить зубы. Я решила после кофе перед выходом еще чистить зубы. Реклама началась. По тверской че-то-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Кстати, это мне когда девушка написала, типа, именно осторожно, вы в своих видео агитируйте людей смотреть рекламу. И даже в описании видео. Там у вас есть, типа, пожалуйста, смотрите рекламу. Типа, смотрите на вас, Ютуб, типа, там вообще хана вам. Короче, не знаю, как дословно. Но, знаете, в правилах Ютуба такого нет. Это во-первых. Я их читала и ознакомливалась. Во-вторых, Ютуб получает от моего дохода, которого я заработала, 55%. Он берет больше половины, 55% за эффективность рекламы. Я, конечно, уточню это в правилах, но мне надо собираться. Чего я сижу приплясываю? Надо вовсе бежать со скоростью ветра. Вот уже 8-14 я сижу ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так классно, кто сейчас в отпуске, кто сейчас на каникулах, допустим. А, блин, слушайте. Вчера я все же дождалась плохих... Опять ветер. Дождалась плохих комментариев под видео, где мы с Ириной. Там вообще проклятие. Просто проклятие в мою сторону. И если вы будете писать сюда ей хорошее, то горите вы все в аду. Тебя, черти, что-то там... Короче, вы... Что они там писали под видео? Иринка мне вчера прислала картинку. Я очень культурная и заботливая. Не верите? Ну, идите нахуй. И панамку наденьте. Жарко на улице. Отведите. Это Ириша мне прислала то, что, видимо, очень четко отображает меня. Я очень культурная и заботливая. Не верите? Ну, идите нахуй. Вот так вот. Вот мой ответ вам, хейтеры. И панамку наденьте. Жарко на улице. А я всем, даже хейтерам, желаю доброго утра. Хорошего дня. Надеюсь, дождя не будет. Хоть это надеюсь я. Что-то карманы-то порчатся. Раньше они не порчились так, карманы. Или они у меня... А-а-а! Карманы-то у меня были маленько подшиты там. Я вчера... Блин! Вот откуда эта нитка тянулась. У меня карманы были... Блин! Я сама себе сделала ерунду. Карманы-то у меня не топорчились. Там была нитка, они были подшиты к шиву. Я прям помню вчера. Эту нитку срезала и эту срезала. Ну, Инна молодец. Ну, если на работе будет свободная минутка, возьму с собой нитки, подошью. Все, мои дорогие. Я выхожу на работу. Пошла деньги зарабатывать. Все. Хорошего дня, мои дорогие. Доброе утро. Доброе утро, страна. Так, ну-ка, подождите. Совсем зайду. Где пульт? Сейчас, сейчас, сейчас. Так, что в новостях? Быстренько. Что там в новостях? Так, Путин обсудил подготовку саммита ШОС и СВМД с членами Совбеза. Давай. Следующая новость. Ну, что так долго? У нас, кстати, прямая линия с Владимиром Путиным будет. Посольство России в США. Россия заинтересована в стабильных отношениях с США. Мы со всеми заинтересованы в стабильных отношениях. Как сообщили в Миноборнауке, это будет часть электронного портфолио, в котором учтут все достижения. Так. Начало новости не прочитала. Оранжевый уровень погодной опасности впродлен в Москве и Подмосковье. Да вы что? У вас там погодная опасность? Оранжевый уровень? Да вы что? Досье Турции. Это что? Суд в Турции отказался снять арест сухогруза, на котором работали российские моряки. Вузы Российской Федерации планируют, к 2021 году не успела прочитать. Трамп США могут перебросить из Германии в Польшу 2000 военнослужащих. Трамп заявил, что принял бы от иностранцев компромат на соперников в выборах. Все бы приняли компромат на соперников. Так, время 20 минут, но я вот что бегаю-то, а? Вот смотрите, я уже должна бежать на остановку, вот просто вот так вот. Все, мои дорогие. Целую, обнимаю. Всем хорошего, доброго утра!